Удивлялись, почему им не дали победу. Они привыкли, что им дают победы. Ну, они зря удивлялись. Там счет совершенно точно отражал, что происходило на ринге. Они не любят проигрывать. Мы же неоднократно были на Кубе, и мы знаем, как там в равном бою, чтобы кому-то дали, а не кубинцу победу, такого не бывает. Не бывает, да. Никогда не бывает. Здесь чисто проиграл кубинец, и вот начинаются вот эти варианты кубинские. То есть, как это так? Мы не можем, мы просто не можем проигрывать, такого не бывает. Это ихняя точка зрения. А я вам говорю, бывает. И вы также со мной согласны. Еще бы не согласился. И, кстати, я видел, как Сагара отчитывал тренерский коллектив, все контанты, которые были в углу. Он подошел туда и начал их отчитывать. Хорошо, что по шее не надавалось. Да, умеет. Да. Ну, вернемся к поединку. Такой фирменный удар тренера Сагарова по шее. Откройте ладони, но очень сильный. Ну, кстати, Регон Д'Ортис очень... О, прошу прощения. Да, Регон Д'Ортис довольно так выверенно действует пока. Никуда не рвется, никуда не спешит. Ну, надо прочувствовать, наверное, соперника для начала, потому что, насколько я понимаю, для него абсолютно... Айрмасов для него абсолютно загадочная фигура. Он никогда себе не боксировал, наверняка и не знает. А мы видели с вами, что именно так вел себя Регон Д'Ортис в предыдущих боях. А вот это уже пошло. Легко, тут же включил свою левую... Дал по корпусу и перевел в голову. Ну, то есть вы хотите сказать, что уже разобрался? Да, я хочу сказать, что разобрался. Все. Ну, просто, понимаете, вот это было со стороны Айрмасова, было просто движение ради движения. То есть не было никаких активных действий. И судя по движению на ринге, судя по темпераменту этого боя, по блеску в глазах, у них ничего не выиграют. Или хотя бы стараться выиграть. Или там, нарезать бой. Ну, посмотрим. Мне кажется, что сейчас включит следующую скорость. Регонда. Регонда, да. И, в общем, дело пойдет поживее. Я, кстати, по дороге сюда встретил кубинскую команду. Прошел сквозь нее. Настроение у ребят было такое, как будто они на карнавал ехали. На самом деле, мрачен был, почему-то, один Солис. Кстати, он оказался, вот, когда я с ним столкнулся нос к носу, несколько крупнее, чем я думал. Я даже подумал, почему же он так долго выступал-то в категории до 91-го килограмма. Вполне такой некрупный, но нормальный супертяж. Второй раунд. Я, ей-богу, я всегда удивляюсь, когда секундант... Ну, наверное, правильно, по правилам так и положено. Я всегда удивляюсь, когда судья на ринге дает это замечание. Боксируйте. Понимаете, они что делают? Ведь это же не просто на сегодняшний день бомб. Это чувство дистанции. Они, понимаете, вот они ведь не могут нанести удар просто так. Вот попробуй сейчас, Айрмасов, нанеси удар неподготовленный. Моментально получат пленку, правильно? Безусловно, да. И также и Ригондо не хочет пропустить. Поэтому надо прочувствовать друг друга. Надо знать, когда ты атакуешь, чтобы это было безболезненно, чтобы не было опасно. Ну, Ригондо, по-моему, сейчас, в общем-то, просто не расходует силы. Кстати, он, как мне кажется, вот разница в том, между боксерами сейчас, что Ригондо Ортис расслаблен. А Айрмасов напряжен. Там он устает. Потому в третьем, в четвертом раунде он будет совсем другим. И вот есть такое движение, да? Вот я немножко рассказал. Он сейчас боковой ход, а на выходе справа. А рефери дает замечание. Вот я этого не очень понимаю. Да ну ладно, поехали. Потихонечку. Вот и по корпусу. Да, вот, вот. Пошло. Пошло. Преимущество потихонечку набирает очки. Вот, Веник, как брат. Обманул прекрасно справа так. Даже мы отсюда поверили. А он ударил слева в разрез. Как-то так хитро, кривовато. Еще вот, вот. Да, абсолютно верно. Ригондо абсолютно раскрепощен. И на сегодняшний момент просто владеет преимуществом. Да. Не напрягается. Не напрягается абсолютно. Дело в том, что Айрмас его не напрягает. Он не напрягает. Он не делает ничего для того, чтобы каким-то образом постараться выиграть или хотя бы отбоксировать с Ригондо и на равны. То есть характер, я не знаю, мастерство. Тут много качеств. Я думаю, что тут, кстати, уже и усталость. Потому что, вот, когда я помню, вы боксировали, я никогда не видел, чтобы вы напрягались. Вот так вот стояли как бы. Но боксер... Вот, и поэтому, несмотря на то, что сгоняли всегда очень помногу, вы не сохраняли свежесть. Я могу сказать, от чего устает Айрмасов? Он устает от того, что он в напряжении находится. Вот, я им об этом и говорю. Постоянно напряжение. Постоянно напряжен, да. И вот он ждет атаки в любой момент от Ригондо. В любой момент ждет атаки. Он устает от собственного напряжения больше, чем от логично. А так, Ригондо... Пригает? Да нет, он весь вот. Совсем такой вот пошел уже. Вот фирменный кубинский стиль такой. Смотрите. Ригондо как будто там какую-то дополнительную гибкость обрел, дополнительную скорость. Расслабился вообще. Вообще, да. Как тряпка. Расслабился и все. Ну вот, в этой расслабленности стоится угроза. Постоянно. Еще какая. Потому что, во-первых, удар, который из такого расслабленного состояния летит. Быстрее. Быстрее и сильнее. А сила это ведь скорость приносила. Да, да. Ну и чего вот так вот на дистанции Ригондо боксировать и просто ничего не делать? Ну пойди-то вперед. Ну попробуй сделать что-нибудь. Хорошо в разрез, потом правый, боковой и на выходе нанес. Нет, не готов на сегодняшний день Армасов боксировать с Ригондо. Не готов. Не готов. Абсолютно. Уровень мастер-стаса другой. Четвертого раунда не будет. Ну иногда порядок бьет класс. Было бы желание. Было бы что-то такое. Знаете, чтобы порядок побил класс, на мой взгляд, я очень так люблю эту поговорку, но надо, чтобы порядок был очень высокий, а класс все-таки не очень высокий. Тогда есть шанс. Александр, много случаев, когда величайшие боксеры выходят и проигрывают людям. Ну будем говорить так, не самым одаренным и талантливым. Это когда они либо вообще не тренировались, что часто бывает, либо как-то взорвались уже, находясь в ринге и зевнули. Значит, вот давайте так. 80-й год, Олимпиада в Москве. Талантливый же Стивенсон. И порядок у Заева. Неталантливый Заев. Вот за счет, он за счет работоспособности сделал себя. И что сделал Стивенссону и Заеву? Ничего. И нельзя сказать, что Стивенссон не тренировался. А можно было дать победу и Стивенссону, и Заеву? А на мой взгляд, это Заев был немножко сильнее. Не будем. Это вечный спор. Да. Будем его сейчас оживлять. Пример. Да, но просто на самом деле сейчас Ригон Дуортис сам сделал так, что будет четвертый раунд. Он просто последние где-то 30 секунд не предпринимал никаких фактических действий. Александр, он может быть и хотел сделать этот раунд последним, но просто он не рискует. Обратили внимание, он вообще без риска. Он исключил минимальный риск. Он знает, что выигрывает, он двигается, он немножко подвигается, он немножко вспотел, он бросает быстро руки. Вполне возможно, да. Вполне возможно. Но мне все-таки показалось, что просто он даже как-то может быть обленился. Или в углу ему не сказали с каким счетом. Могли бы прокричать. Вот, вы видите, сразу он вышел на следующий раунд. Нет, он уже не будет перенапрягаться сегодня. Бой сделан. Да, великая разница в классе. И честно, скажу откровенно, меня Эрмаса разочаровал. Ничего не принял, не предпринял для того, чтобы хоть как-то навязать. Вот что-то показать. Ну, не знаю, мне кажется, что ему надо было бы, вот, если бы это было возможно, вот, с Ригондо потренироваться. Но кубинцы, как известно, совместно в тренировках и любят. Нет, Ригондо, Ригондо, вы знаете, вот, интересно по поводу Халикова. А ему надо навязать, вы знаете, ему надо навязать такой плотный бой, если хотите борьбу, возьму, но не дать ему вот эти вот движения, великолепные движения. То есть ему надо навязать свою манеру, свою стиль. А как это сделать? Я хотел бы, да, я бы хотел... Догнать невозможно. Хотел бы просто вот обратиться к телезрителю, посмотрите, посмотрите, это очень красивый, очень хороший бокс. И мне кажется, что даже люди далекие от этого вида спорта могут оценить красоту и легкость работы олимпийского чемпиона Ригондо Ортиса. Правда, эта легкость во многом объясняется тем, что соперник никаких задач перед ним не ставит. Он, в общем, по-моему, смирился с ролью статиста. Ну, то есть у нас вот эта встреча, вот этот поединок превратился в пустую формальность. Да, да. Закончился бой. Хороший бокс нам показал Ригондо Ортис. И никакого бокса она не показала Айрмасу? Ну, не будем так суровы. Айрмасов, мне кажется, что... Он просто не знал, что делать. Ну, если ты вышел на ринг, Александр, если ты вышел боксировать, ты же уходишь боксировать, побеждать, ты же не уходишь проиграть. И так победил Гильермо Ригондо Ортис.